После прихода к власти президента Дональда Трампа отношения между Берлином и Вашингтоном проходят испытания на прочность. В ФРГ недовольны протекционистской политикой США и антироссийскими санкциями, задевающими немецкий бизнес. Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена обсудить эти вопросы 27 апреля на встрече с американским лидером. Вашингтон может ответить асимметрично, 1 мая истекает срок действия налоговых льгот по поставкам стали и алюминия из ЕС. Договариваться с Трампом крайне непросто — крупный бизнес Германии настраивает Ангелу Меркель на жесткий разговор с Вашингтоном. Как стало известно американской прессе, компании «Сименс», «Демла» и «Фольксваген» рассчитывают, что бундесканцлерин поможет им выйти из-под действия антироссийских санкций США, просить американцев об уступке собирается министр финансов ФРГ Олаф Шольц. Однако исход переговоров непредсказуем. Трамп отстаивает принцип America First — Америка прежде всего, прим, рэд, и далек от идеи равноправного партнерства. Меркель не раз пыталась договориться с ним. Но ее возможности влиять на США ограничены. Европейцам не удалось убедить Трампа принять их точку зрения в расчет, например по климату, США вышли из Парижского соглашения. «Далеко не ясно, как обернется дело на этот раз», — дал свою оценку ситуации в интервью РИА Новости заведующий отделом Европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. Итоги предыдущего визита Меркель в Вашингтон не дают оснований для оптимизма. Одно из изданий назвало тот разговор встречи терапевта с провокатором. Меркель пыталась убедить Трампа принять правила игры, но никакого немедленного воздействия это не возымело, — говорит Данилов. Эти опасения подтверждают сигналы, поступающие из Белого дома. Не проходит и месяца, чтобы президент Трамп не выступил с критикой Германии, главным образом из-за того, что ФРГ больше продает товаров Соединенным Штатам, чем покупает у них. Отношения США и Германии могут ухудшиться — политики ФРГ не раз высказывались против антироссийских санкций, прибегая порой к резким выражениям. Летом 2017 года Зигмар Габриэль, занимавший пост министра иностранных дел, назвал очередной пакет торговых ограничений против Москвы попыткой привнести новое и чрезвычайно негативное качество в отношения США и ЕС. Не следует смешивать политику и экономику, — заявил тогда глава МИД, выступивший совместно с канцлером Австрии Кристианом Керном. Габриэля беспокоили интересы крупного бизнеса, участвующего в строительстве газопровода «Северный поток-2». Американские санкции, одобренные Трампом в августе 2017 года, позволяют вводить штрафные меры не только против российских компаний, но и их партнеров за рубежом. Однако протесты ФРГ и Австрии Вашингтон в расчет не принял. Несколько большего успеха Германия добилась этой весной, когда Трамп пригрозил ведением пошлин против автомобилей из ФРГ, хотя вопрос остается открытым к практическим мерам против немецкого автопрома «Белый дом» пока не перешел. В Германии дают понять, что недовольны нынешним состоянием отношений с американским партнером, которого считают непредсказуемым. Накануне визита Меркель Берлин готовится поменять посла в Вашингтоне. И подсчитывает возможные убытки, если торговая война все-таки разразится. На фоне угроз США в Германии обозначился риск рецессии, ранее считавшийся пренебрежимо малым. Немецкий институт по исследованию макроэкономики и экономической конъюнктуры, ИГАМ, оценил вероятность начала спада производства в 2018 году в 32%. Меркель за крупный бизнес, но не за мелкие позиции Меркель на переговорах с Трампом по поводу протекционизма и антироссийских санкций ослабляют внутренние противоречия. В разговоре с РИА Новости депутат Бундестага, уроженец Казахстана Антон Фризин рассказал, что в ФРГе от конфронтации с Россией страдают не очень крупные компании из бывшей ГДР. Фирмы в секторе машиностроения и аграрного бизнеса в Восточной Германии понесли большие убытки из-за давления на Москву, говорит он. Неясно, услышат ли эти голоса политическая элита в Берлине. Как известно, в будущем кабинете Меркель нет ни одного восточного немца. Нежелание Меркель принять в расчеты интересы некрупного немецкого бизнеса, страдающего от санкционной войны, не составляет тайны для Вашингтона. И дает основание Трампу отказывать Меркель в том, в чем она сама отказывает своим согражданам.